Утро ТВ в эфире! Я так понимаю, видимо, в левом, да? На перекрестке с Бардина для третьего ряда разрешено движение только налево. А я проехал прямо. Меня остановили гаишники и отобрали права. Что мне делать? А, что мне будет, спрашивает Антон. Ну что будет-то? Уже отобрали права, я так понимаю. Объясните. Все зависит от того, что он делал после проезда перекрестка. Если он после перекрестка не выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, то есть нет встречки, то в принципе его могут наказать либо за неправильное расположение на проезжей части до перекрестка, либо за нарушение знака. В первом случае штраф 500 рублей, во втором случае 300 рублей. А если же он после проезда перекрестка оказался на встречке, хотя, в общем-то, там это довольно сложно сделать. Там четыре ряда движения, причем встречные два ряда постоянно заняты. Вот. Но если он все-таки смог оказаться там на встречке, то ему грозит лишение прав от четырех до шести месяцев. Получается, неправомерно у него забрали права? Ну, я же говорю, все зависит от того, где он оказался после проезда перекрестка. Если он докажет, что в момент выезда на противоположную сторону перекрестка, он слева от него во встречном направлении было два ряда автомобилей, вот, то тогда, в принципе, действительно права забрали неправомерно, и привлечь его за выезд на сторону встречного движения будет необоснованно. Понятно. Ярослав из Екатеринбурга спрашивает. Я с Московской повернул на Куйбышево вниз под горку. Мне нужно было на Шейнкмана направо. И я туда повернул, но увидел кирпич. Остановился до кирпича, хотел развернуться, но тут подъехали наши доблестные сотрудники ГИБДД, которые сказали, что тут одностороннее движение, и забрали права. Я и сам уже увидел, что одностороннее, но зачем права-то забирать? Я же под знак не заехал. Что мне делать? Мы этот перекресток сфотографировали, и вот можем зрителям показать фото данного кирпича. Так, мне не покажете, да? А вот, пожалуйста, на экране смотрите. А, вот это, собственно, Куйбышево, да? И направо Шейкмана, получается, он повернул? Действительно, на Шейкмана в данном перекрестке, в данном месте установлено одностороннее движение для данного водителя справа налево. Он повернул направо, и несмотря на то, что он не заехал под кирпич, а остановился перед кирпичом, думается, что в данном случае он совершил выезд на дорогу, на которой организовано одностороннее движение, причем выезд, естественно, против шерсти. При подъезде к данному перекрестку, там, как видно было из этой фотографии, установлен знак одностороннее движение справа налево. Он этот знак либо не заметил, либо проигнорировал, я так понял, что не заметил, и в итоге вот такой выезд совершил. В данном случае данное нарушение наказывается либо штрафом в размере 5000 рублей, либо лишением права управления от 4 до 6 месяцев. Ну, причем 5000 рублей считается менее строгим наказанием по сравнению с лишением права. Но здесь, наверное, и нужно применять менее строгое наказание, поскольку человек... Все зависит от его... Преступление, недовиденное до конца, он увидел знак... Кредит на истории. Да, да, да. Вот, если у него перед этим были аналогичные наказания, либо вообще просто нарушения, либо вообще нарушений таких много, вот, то судья вполне может лишить его права. Ясно. Еще один вопрос от Марата. Мы возвращались из Режа. На дороге был знак «Обгон запрещен», разметки не было. Впереди двигалось несколько грузовиков, и я выехал навстречу, чтобы посмотреть, большая ли собралась колонна, но не обгонял. Однако все равно был остановлен гаишниками, которые утверждали, что я обогнал один грузовик, забрали права, выдали повестку в суд. Как мне доказать, что я прав? Как вернуть права? Ну, Евгений, я думаю, вы предвкушаете мою любимую фразу, что в данном случае спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Все зависит от того, какую доказательную базу на месте составления протокола смог собрать данный водитель. Я не буду проявиться, если скажу, что наверняка схема административного правонарушения нарисована сотрудниками ГБДД таким образом, что водитель якобы не просто выехал навстречу, но и действительно объехал автомобиль, движущийся перед ним. И наверняка там нарисован еще встречный автомобиль, которому он помешал нормально проехать и так далее. Так вот, если водитель зафиксировал в протоколе номер автомобиля, который двигался за ним, и потом сможет водителя этого автомобиля найти и привезти в суд, который подтвердит, что он просто выдвинулся налево, а потом вернулся обратно без обгона, то думается, что водитель сможет доказать, что обгона не было. То есть, знак обгона запрещен, но не запрещает выезд на встречу. Не запрещает, вот я хотел уточнить. Да, то есть, раз разметки там не было сплошной линии, я понимаю, то на встречку выезжать можно, обгонять нельзя. Так понимаю, что в том случае, если появится встречный транспорт, водитель всегда успеет без обгона вернуться в свою полосу, а при обгоне не успеет. Ну вот вы говорили, что водитель, который следовал за ним, но это же маловероятно, что он запомнил номера. Да, это вообще нереально. К тому же, если человек чувствует себя правым, останавливают ГАИшники, он вообще как бы не ориентируется. Но остановили, сейчас проверят документы и отпустят. Он же не знает, что ему сейчас предъявят. Видеорегистратор в этом случае может помочь? Видеорегистратор тоже может помочь, если нормально запись оформлена, если на нем присутствует дата, если на видеозаписи можно увидеть тех сотрудников ГАИ, которые махали ему полосатой палочкой. Потому что, скажем, с полгода назад Мировой суд отказался признать видеозапись с регистратора в качестве доказательства правонарушения, мотивируя это тем, что водитель сделал эту видеозапись позднее, так как на видеозаписи отсутствуют сотрудники ГИБДД, которые его останавливают. Ясно. Да вы что, то есть они обязательно все-таки должны быть, эти сотрудники? Ну или хотя бы там время должно быть как-то зафиксировано, если в протоколе время не совпадет. Да, все зафиксировано на Мировой суд. То есть можно самому выставить на видеозаписи? Мировой суд сказал, что время можно установить какое хочешь, а обстоятельства, которые зафиксированы на видеозаписи, не соответствуют тому, что написано в протоколе. И последний на сегодня еще вопрос. Да, Светлана, какое у меня будет наказание, если я выйду с заправки под кирпич? Сотрудники ГИБДД трактовали и, возможно, трактуют данное правонарушение до сих пор, как выезд на сторону дороги встречного направления. Однако, если этот кирпич, вот в данном случае, он не устанавливает какой-то режим движения, он просто запрещает выезд в данном направлении. И Пленум Верховного суда, состоявшийся в феврале этого года, пояснил, что в данном случае нужно наказывать водителей как за нарушение требований знака, то есть штраф 300 рублей, а никоим образом, не так, как за выезд на сторону дороги встречного направления, где, как мы говорили, есть... То есть кирпич, который установлен на выезде с прилегающей территории, не совсем тот кирпич, который установлен на дороге? Да, не совсем тот кирпич. И, скажем, вот бывают кирпичи на каких-либо там военных дорогах, где движение все равно двухстороннее, которые не устанавливают режим одностороннего движения. То есть в этом случае это опять не те кирпичи, за которые следует решать. Очень полезная информация, я об этом не знал. Спасибо. Спасибо огромное. До встречи через неделю. С зрителем мы напоминаем, что Георгий Базин отвечает на ваши вопросы по пятницам в 7.30 утра. Да, присылайте свои вопросы. Вот вы сейчас видите на плашечке у нас здесь написан сайт нашей компании, обл.тв.ру. Можно прямо слать в Утро ТВ. Это Утро ТВ, собачка, обл.тв.ру. Впереди у нас обзорки на премьеры этой недели, а после продолжим автомобильную тему.